Итак, встречайте! Первое телевидение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже мой! Продового платья нет? Что ж такое? Платье заказано для нынешнего вечера, а получишь завтра утром. Здесь все так, все так. Такая досадка, чтобы побила бы кого-нибудь. Настя! 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 Я здесь, тетушка! Ну, где пропадала, матушка? Нет того, чтобы подумать о тетушке. Посылала ли ты к Машде-Мот? Посылала, тетушка. Ну, так что в вашем пеноплатье? Готова, тетушка. Так что ж мне несут? Да, тетушка... Ну, что ты ворчишь? Без денег не отдают, тетушка. Говорят, ей с того много должны. Что ты? С ума сошла? Дерзить не вздумала? Вот она, благодарность. Взяла к себе сироту в дом. Кормлю, одеваю. Она в иколкости говорит. Нет, матушка, забываться я не позволю. Ну, что ты стоишь, как вкопанная? Видишь, Машенька, еще не готова. Подавай шпильки. Вот здесь, на лугу, пустить бы колечки. Вот так. Маменька, как вам угодно. Платье не принесут, и я не выйду ни за что. Останусь в своей комнате, скажусь, больной. Ах! Что ты? Что ты с ума сошла? Для тебя я делал этот вечер. А тебя не будет? Прикажешь вместо тебя танцевать? У нас будут самые лидные женихи. Да, точно так и будут. А чего ж не будут? Что они здесь забыли? Говорила, я вам отложить. Да вы все хотите по-своему? Пора бы тебе замуж, Машенька. А то с этими вечерами силы не достает. Сегодня будет князь Курдюков. Постарайся, ему понравится. Ну? Настенька. Ах, что-то, что он же старик. Ну что, что старик? Деньги у него молодые. Прекрасно. Без свободы. Князь Курдюков изменяется. Быть не может. Ну, что я вам говорила? Так, что, Машенька, посылайте взрослым платьем. Ведь князя-то не будет. Вы же разумеется посылать. Что вы думаете, что я из-за вашего старика без платья ходить буду? Ну так я пойду за деньгами, прошу за платьем. Добро пора. Ну-ну, вступайте же. Дарья Семеновна дома, что ли? Дарья Семеновна дома, что ли? Хозяйки нет дома вина? Нет, дома. Я пойду позову ее. Не-не, не беспокойтесь. Мне именно вас-то и надо. Меня? Да. Позвольте хорошенько взглянуть только на вас. Повернитесь немного. Вот так. Бесподобно. Лучше вас я и желать бы не мог. Да я вас не знаю вовсе. Со мной скоро познакомитесь. Который вы год? Восемнадцать. Отлично. А жених есть у вас? Нет. Куда ж они, дураки, глядят? А сами вы помышляете о задружестве? Извините, мне некогда. Не-не, не сердитесь. Я золотников. Отпущи. Слушай, может быть. Человек разбогатевший. Да, конечно, меня трескали немножко. А впрочем, я принимаю вас, что в моем участии. Поверяю, для вас нарочно приехало сказание, чтобы сделать вам предложение. Вы? Ну, вы не думайте, что я тебе говорила. Нет, я хочу жениться своего сына. И очень, коли свидетельство правду, мне бы хотелось женить его на вас. Разумеется, если вы полюбитесь друг к другу, то вы ведь никого не любите, а я скажу тебе по правде. Никого. Ну и не любите, если я вам предоставлю. Дайте мне слово, что вы не будете против нашего предложения. Слово не шутка, дальше слово должен его держать. А я сына вашего не знаю. Так что ж, он здесь дожидается в гостиной. Да вот мне, как и хозяйка, как переменилась талия, ты была в рюмочку, а теперь, слава тебе, господи, Дарья Семеновна, узнаете ли вы меня? Позвольте. Позвольте. Другим человеком стал, Дарья Семеновна не узнала. Ну вот, бог привелся детям, так ли я, матюшка старая, уже сказал бы вы мне, когда я сошел на разбогателе страшно. С горя, Дарья Семеновна, как мне не отказали, помните, я пошел в дела, в дороге, на виду своего разбогатела, достачания и жениться. Испостоянство, верно. А сюда, какими судьбами? Дедичка есть, да. Сына привез. А здесь у вас много? Один сын, сына. Жена. Я с тебя сошел, стой. Прошу, стой. А, в чем здесь мы набрели? Да, в сыне, жейте его хочу. Василий Петрович, нужно предупредить, петербургие девушки все хорошны, а как выйдут замуж, сразу видно, что воспитание не то, вовсе не то. Вот у меня, дочка, так уж могу похвастаться. Да, я говорил сейчас с ней. Нет, вы говорили с моей племянницей, сиротой, которой я держу из милости. Я мать Василии Петровича не должна показать, что дочь моя так воспитана, так приготовлена. Маменька, что следит мой? Платье принесли. Сейчас, мой друг. И невинная такая, младенца, кисть сидит. Этого-то мне и надо. Саша, мой малый, добрый, да только в голове у него еще ветер. Наговорили ему, что у него два миллиона. Два миллиона? Два миллиона. Так поверьте, сердце у него такое нежное. Только юг не увидит, но вырастает. Что не день-то влюблен. Ну для шалости да оно бы и ничего. А летом в Тамбове жениться вздумал. На интриганках какой-то. К счастью, гусар подвернулся. А то я вывез, не уплакался. Я вижу, дело плохо. Сын из собой в Питер, да и к вам, Дарья Семеновна. Из старой памяти знаю, что не откажете в добром совете. А у вас, я слышал, дочь, кто знает. Может быть, дети наши познакомятся, слюбятся. Коль не мы, так наши дети, Дарья Семеновна. Не правда. Что старое предоминать? Не возвратить уж их подлинно. Ну, на детей мы любоимся. Позвольте другу поцеловать. С удовольствием. И рука-то постарела. Вообще, будь на пахнет. Для глаз, Василий Петрович. Маменька, давайте еще сюда. Какие вынесло, старое. Сейчас мой ангел. Сейчас я готовлю. Не будьте слишком строги. Господи, что за перемена? Меня не узнала. Вот тебе и урок, Василий Петрович. Приседент вспоминал мне с наслаждением. Поображал ее прежней красавицы. И вот, черт, меня тернул сюда, приехал. Ах, право, куча, в левом. Как не видавшись, тридцать лет. Найдешь в развале нас на руки. Любви восторженных предметов. Ах, Даша, в прежние годочки С тобой встречались мы не так. Тогда ты нюхала цветочек. А теперь ты не устраиваешься. Батюшка, обними меня! Я согласен. Будет по-твоему. Я женись на ней. Она мне нравится, очень нравится. Я доволен, я рад и счастлив. Благополучен. Батюшка, обними меня! Да, погоди! Нет, обни меня, выслушай! Нет, обними. Обними еще раз. Решено, я испорю твою волю, я женись на ней. На козыглом она не есть. Вот придумал, вот отец. Обними меня еще раз. Выслушай. Глаза, талии, волосы. Какой характер сейчас видно. Батюшка, благослови. Да отбежись, пожалуйста. Мы ошиблись, это не она. Как не она? Она, 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 я не хочу. Что бы это была не она? Да я сам ошибся. Ты думаешь, что говорил я там в гостиной с дочкой? Ну да? Пол тебе дело, что она не дочь. Как не дочь? Не родилась же она без отца и без матери. Чья-нибудь же она дочь. Мать же была такая, что бы ты отец тоже. Она племянница. Все равно. Да говорят тебе, что она племянница. Да хоть бы дядей она была, и все-таки на ней женилась. Твоя была воля, воля отцовская, закон. А я хочу тебе другую. Нет, воля отцовская, закон. Я не хочу, Рой. Да не шуми, я не иду сейчас сюда. Ущай, не иду, скажи, чтоб не шуми. Да взгляни только. И где ты хочу? Вот вам и моя Машенька, Василий Петрович. Прошу любить да жаловать. Пусть так же. Она у меня застенчивая. Вы примесь. Вы ее извините, Василий Петрович. Она у меня девушка не светская. С рукоделем, да, книгами. Да перестаньте вам руку. Я ей говорю, что ты, Машенька, в свою леда глаза портешь. В ее леда нужно искать удовольствия, развлечений. Она мне говорит, нет, маменька, не нужны мне ваши предки удовольствия. Женская дева не танцевать, не котетничать, а быть добры, супругой, нежной матерью. Ладно, пока я уйду. Поверите ли, я ей все хозяйство на руки отдала. Расскажи, языкает. А в свободное время музыкой занимается, рисует. Где бишь у тебя педаловка, которую ты кончила, без учителя Аполлона Виттельбергского? И взорвала. Маменька, вот мне надоели. А вот сюда глянь, сынок мой. Докланись уже, не хочу. Добро пожаловать в Петербург. Вы первый раз у вас. Долго думаете здесь остаться? Нет. А ничего, боже, это так. Да. Маменька, ваши вопросы не страны. Может быть, и мне приятны? Ну, где бы уметь говорить с молодыми? Это твое дело занимать молодых людей. Пойдем, Исеник Петрович, пускай без нас пообщается. А свободней будет? Ну, пойдемте. Не забудь, два миллиона. Он, кажется, вовсе не обтесанный. Ах, жалость какая. Ну, как ее можно сравнить с той? У той глаза, талии, волосы. Однако, и это же порядочная так себе. Не выводная садится. Нет, зачем? Вам нравится наш Петербург? Что? Петербург вам нравится? Петербург, что ли? Город известный. Давно вы здесь. С самого дня магнитного освещения. Изволили, конечно, слышать. Слышала, но не видела. Петербург. Петербург. Да, я вечернесу подобные пироги. Вам нравится? Пироги, что ли? Нет. Пассаж. Приятное гуляние. Ну, что ж, вы не садитесь. Не беспокойтесь. Глаза длинные в руки. Где ж мои глаза были, что я не видел ее глаз? У нас, в нынешнем году, славная опера. Говорят. А вы, может быть, музыкант? Как же, играю немножко. Я только пьяна. Преимущественно на волконе. А вы? А я пою немножко. Неужели? Как это приятно. Я не знаю, насмелел я вас... Так. Я говорю, я не знаю, насмелел я просить. Что? Я не знаю, насмелел я с первого раза просить. Так говорите же. А счастливьте, пожалуйста, дайте послушать. Ну, если только для вас. Вы акомпанируйте, пожалуйста, у нас тут новый романс. С удовольствием. С удовольствием. И что здесь все освещает? Что дает на меня волноваться? Скажи. Скажи. Какое слово? Такого всем личного. Любовь. Любовь. Ах, что за голос? Что за голос? Какое чувство? Какая душа? Вы меня с ума сверите. Я теперь с ума сойду, вы не посмотрите надеяться. Как надеяться? А разве вы ничего не знаете? Нет. Вы не знаете, что ваша старуха была влюблена как-то давечем моего старика? Как? И маленькой тоже? Вот бы не подумала. Да, она ничего не говорила мне об этом. Да, мне никогда об этом не говорят. Вот батюшка выдумывал, чтобы я на вас, и вы за меня. Это все равно. Только это от вас зависит. Ну, влюблен, совершенно влюблен. А вы не согласитесь, я буду самым несчастным смертным. Так говорите же. Батюшка желает моего счастья. Он только и думает, что о моем счастье. Я сам желаю себе счастья. Кто не желает себе счастья? Только вы можете предупредить моего счастья, а? Понимаете, отчего же? Как? Предупредить моего счастья? В самом деле? Разумеется. Так я могу надеяться? Я запишу эту маминку. Маминку ты делал. В сторону маминку. Вы мне про себя скажите. Может ли я вам нравится? Отчего же я? Мария. Петровна. Машенька. Я счастливейший человек в мире. Я вас стану любить, 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 как никто не любил и любить не будет. Да подождите же. Чему ждать? Ждать это лицемерство. Я люблю вас. Мы любим друг друга. Мы будем счастливы. У нас родятся дети. Вы право пристрадный человек. Однако, сегодня у нас будет танцевальный вечер. Вы хотите танцевать со мной? Может не в защите, как сумею? Все равно. Однако у меня нет букета. Так что ж, ну что вам букет? Она сейчас в моде и имеет все равно как букет. Вы не понимаете? Нет. Так вот, ступайте же и принесите мне букет из живых цветов. Да куда же я пойду? Куда угодно. А мне нужно гостей принимать. До свидания. Да, ты сумасшедший. Батюшка, с букетом поздравляю тебя. Я исполню твое приказание. Я женюсь. Я весь перенодился из живых цветов. Да что случилось? Как что случилось? Я влюблен по твоему приказанию. Да, воля отцовская закон. Я женюсь как угодно, хоть нынче. Родители, благослови. Да, объясни сперва. Нет. Обними. Обними по-родительски. Решено. Я женюсь. На каком же на ней? На ней. На племяннице? На дочине. На Настеньке? На Машеньке. На моей Машеньке. На Марье Петровне. Для всех она Марья Петровна, а для меня Машенька. Как? Ты же мне сам сказал, что влюблен в другую. В первую. В первую? Нет. Это оно мне так показалось. Впрочем, и она очень-очень-очень милая девушка. Но эту ты сам, отец мой, мне назначил. Потому что она поет. Она поет. Батюшка, ты слышал, Гриси? Я не слышал. И я не слышал. А мы что едем? Как едем? За букетами, за конфетами. Она вам не сказала. Она этого желает. Едем, перешлядем. Это бивар ваш, матушка, конечно. Будуар, маменька. Все равно скажите, как в Петербурге все живут? А вы давно здесь не были? Пятнадцать лет. Шутко сказать. Да только надо признаться, дорогой кто у вас. Да, не дешево. Помилуйте, за что не возьмись? Говядина, пилет, длится четыре копейки. Слыханное дело. Поверитель, квартиру наняла такую, что у нас с тобой весь тряпчик жить не захотел. К чему не приступить? К чему не приступить? Такая шарите. Чертая маленькая, все равно. Ваше платье шутодолго или в магазине? Конечно, в магазине. А перелинку где брали? Пассажис. Очень мило. Поигрываете ли вы, Аграфьяна Фигуревна, в карточки? Страстная охотница, матушка, но только без интересов. Так, помаленькой. А много ли вы теперь уезжаете? Полы начались. Да на виду, Катенька моя, захворала. Хорошо, что еще натура крепкая выздоровела скоро. Доктор боялся, что сделается рецидив. Рецидив, матушка. Все равно. Рецидив, рецидив. Марья Петровна, а где ж Пашком? Да позвольте полюбоваться. Пройдемся. Пойдем же, Катенька. Сейчас приду маленько. Только оправдан. Почему эта Машенька такая манерная? Лишь важность в Петербурге живет. А я? Чем ее хуже? Просто ничем. Я живу в Москве и спроси у кого. В Петербурге лучше мне Катенька Стамбола. Против барышей других я ничуть хуже. Стану мне меньше игры в Талии поуже. В густые волосы в косе. И в таком же детстве. Изучила Танисе. Танисского Танетства. Знаю, душалости любят. Сердцем как рукаить. Как, наверное, себя полюбить заставить. А глаза мне не зря. Вечно буро есть. Которые преподали. Что на снежность есть. Мне самой сильно о тебе. И спроси любого. В Петербурге лучше мне Кати. 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 А вот и букетец на силу достал. Александр Васильевич! Боже ты мой! Катерина Ивановна. Боже ты мой. Ну глянь. Ааа! Ей дурно. Я не испугал. Помогите, помогите! Помогите! Да не кричите же! Очнулась. Очнулась Катерина Ивановна. Ааа! Не подходите. Не трогайте. Что вам надо? Зачем вы здесь? Мало того, что вы обманули меня, что после всех ваших обещаний и уберений вы бросили меня, сироту. Убирайтесь и показывайтесь в этот азарт. Вот тебе надо. Я еще и виноват? Он спрашивает, виноват, и он. Да вы езерка, не человек. Вы дунжуан бессовестный. Это что еще такое, дунжуан? Не ваше дело. Отвечайте. Объясните, ваш простой конец. Я, правда, даже не знаю, что говорится с вами. Вот скажите, вы живете у нас деревня, вы притворяетесь влюбленным. Вы ищете руки у меня. И когда я, неопытная, беззащитная девушка, начала чувствовать вам склонность... Пожалуйста, выключите меня так. Когда я согласилась на предложение ваше, веряя вам лучше свою, вы не уезжаете... Не простившись, не напившись даже чаю. Как? Вот точно. Нет, позвольте. Пизвольте. Опять вас хорошо. Что, Гриш, я хотел спросить. Да, позвольте, что вы хотели из меня сделать? Как что? Я хотела, чтобы вывели мою мужик. Скажите, после того, вы похожи к нему? Кого я похож? Я похож сама. Да не в этом дело. Какие мужики вы хотели из меня сделать? Какие мужики? Обыкновенные. Да каким обыкновенные? Хотелось очень мне узнать? Какие именно мужья? Спустя недельку после свадьбы попал погрешный сваньяк. Все по балансу с мужьями, чем их Господь благословил, но как вы мужики, скажите сами, гусара с вами разделил. Какого гусара? Что? Не знаете какого гусара? А того самого гусара-ремонтера, что гостил у вас где? Но у меня братец. Какой братец? Свою родную. Знаю я этим братцам. Спасибо за это кое-братство, слуга поклонной. Вы забываетесь. Нет, я, напротив, очень помню. Вы не фитболеете, все все знают. Что вы знаете? Я знаю, что он вам письма писал. Какие письма? Вот где она. И что за письма такие? Ангел мой, гатерка. Ангел мой. Где они гусары учатся тебе такие письма писать? Чему вы смеетесь? Так вы на это рассердились. Мало, что ли? Помилуйте. Вы такой смешной. Нет, я не смешной. Я пишу. Можете ли вы объяснить, зачем вы получали гусарские письма? Нет, ничего легче. Ну попробуйте, объясните. Не хочу. Елена Ивановна, объясните, пожалуйста. Но вы не стоите там. Елена Ивановна, объясните, пожалуйста, не будьте жестокими. Куда слышать? Помните ли вы Кадину Рыбникову? Что гостила у вас? Помилуйте, да она обдетит. Нет, это Кадзу Кайля. Это ее сестра. В общем, эти письма к ней, а я их откликовала. Он даже жениться на ней хотел. Правда? Ах, Катерина Ивановна, дурак я, злодей, нечестивец, переведник. Терсайте меня, вейте меня, без вины виноват. И что, мне эти гусары в голову лезли? Простите меня, Катерина Ивановна. Нет, поздно. Катерина Ивановна, так вы невинны. Конечно. А врачи как угодно. Катерина Ивановна, будьте великодушны, не заставьте умереть с горя. Нет, я бедная девушка. Я люблю гусаров. Меня каждый оскорбить может. Мне суждено вечно страдать. Вечно любить. В одиночестве. Убейте меня, Катерина Ивановна. Вы больше не будете виноват. Никогда, Катерина Ивановна, только... Бах! Вот же это новость. Это она, Катя Ломбовская, Катерина Ивановна. Она любила батюшку, да страдала не меня. Батюшка, обними меня. Я оживлюсь на Кате. Это моя священная обязанность. Да жили с которым хочешь. Я даю тебе четверть часа одуматься. А там уже велю вас. Едетесь в губернском управлении. Да посажу сумасшедший дом. Терпения никакого не станет. Слышишь, чтобы через четверть часа было тебе. Батюшка, обними только. Да отбежись. Нет, вот положение. Вот положение. Я оживлюсь на Катерине Ивановне. Это моя священная обязанность. Но я просил бы при Марине Петровне. И что за девушка Марине Петровне? Есть, идеал, рассудка гибит. Очень и на ней хотелось бы жениться. Да только вот племянница, Настенька, Очень и на ней не было бы жениться. Вот положение. На трех жениться не позволят, А на одной мало. Вот оно нежное сердце. Убит. Просто убит. Катенька, Настенька, Машенька. Машенька, Настенька, Катенька. Что мне делать? Погибла на цвете лет. Я не могу наградеться на вашу Катеньку, Марина Петровна Григорьевна. О, в смысле, красавица. Много милостей, Настенька. Ну что вам на чужих глядеть? Не отчаянно свою машеньку Не успеваете наглядеться? Да ведь и мы говорили Об несгенеральной облюбленности. Вот уж девушка. Можно сказать, что девушка. А вы дома свое воспитывали? Дома, Дарья Семеновна. Скажите, пожалуйста, Какие приемы Точно в большом среде лет жила? И скромность какая? Как себя держит? Я уж тем, Дарья Семеновна, Довольно, Что она с вашей Машенькой сблизилась. Поверите ли, Вот месяц, как мы приехали, А я уже нахожу, Что Катя многое выиграла. Да и кого принимать, Как не в вашей Машеньке. Вот примерная девица и вельмом, Какая вельмом, хотите вы сказать? Все равно. Ну уж нечего сказать. Загляденье, ваша Маша. А на вашу Катингу, Вы думаете, не весело грядеть? Какие манеры, Какой он бога обеятный. Какая ласка, Нельзя не поздравить. Ты со стороны порадуешься. Я только удивляюсь, А как она еще не замужем? Женихов-то, думаю, Пречесть нельзя. Да, есть такие 14 генералов, Сладываясь в полковники, Капитаны, князь, Мы один, один, один. Только я Машеньку Неневолю, Пускай сама выбирает, Ведь ей жить придется они мне. Однако же вам, Как доброй приятельнице, Я могу открыть секрет. Я Машеньку свою сегодня Сговорила. Неужто? Вот, вышел счастливый день, А я Катеньку сегодня сговорила. Дочь моя выходит замуж за богача. Да не в этом дело, Человек хороший. Вы, может быть, слыхали про Золотникова Александра? Что? Что? Моя дочь выходит за Золотникова. Они обручены давно, А нынче снова порешили. Нет, извините, Он сегодня же просил руки Моей Машеньки. Нет, не Машеньки, А Катеньки. Машеньки вам говорят. Нет, Катеньки. Ваша Машенька, конечно, Милая девушка. Однако, где ж не сравнится С моей Катенькой? Оно хоть и не очень заметно, Зато всем известно, Что она ведь немножечко Кривобока. Как? Машенька, а я кривобока? Да это глаза у вас кривобоки. А не от того ли вы это говорите, Что у вас-то дочь Вся на вате. Что? Моя дочь на вате? Да, принесла лоб на вате, Машенька, Дочь моя выходит замуж за дочь, Катенька, Проделась в том месте, Катенька, Она уходит только из-за пилифия. Однако всем известно, Что ваша дочь бегала За гусарским офицером, Который посмеялся над ней, Да и бросил. А потом бедность Роговни Виталий, Которая ни душа, Ни телом не виновата, Благородный поступок Гусар сам рассказывал. Вы думаете, Неизвестно всем, Что ваша гриба Бокая Облюблена в итальянского певца? Срам, говорят, Смотреть, Как в опере сидит. Все смеются. Да вы, кажется, Забываетесь. Я вас к себе пускать не верю. Я и сама не поеду. И без вас найдем Слового знакомства. Я не раньше, Ахтёпова, Да получше вас Находится на удовольствие. Не удерживаю, Матушка, Не удерживаю. Пойду за Катенькой. Ноги моей От вас не будет. Да это неслыханная Грубость. Я над собой Шутить не позволю. У меня дядя с мамой. Настенька! Вот она, Вот она штука-то какая. Одна кривобок, Другая набатя. Одна любит гусары, Другая итальянца. А обо мне говорят, Что я дурак? Нет же, не дурак. Я сделаю по-своему. Я люблю первую, Вот и третью. И не другую, А третью. Вот и третью. Вот она, Вот она штука-то какая. Да вот и она. Позвольте я сюда Ребен сказать только вам два слова. Мне? Вам. Вы на меня не сербитесь? За что? Как? Ну, ну, признайтесь, что сербюсь. Нисколько. Как? Я оказал вам с первого раза стойко внимания, А потом занялся Совершенно посторонними предметами. Ну и что ж. Позвольте с ним вас спросить, У вас нет родственников гусаров? Нет. Вы не поёте итальянский, а и? У меня нет голоса. Какая вы бесценная девушка. Спасибо. Какая-то с матьюшкой Павловной. Насибая. Я. Я вам торжественно предлагаю свою руку. Извините, мне некогда. Нет, подождите. Вы решите строго участь в моей жизни. Не гордите столько. Скажите, будет ли вам приятно, что я женился на вас? Я удивляюсь, как извините, как со мной разговаривает. Я бедная девушка, но не подходит детских шуток. Напоминуйте, я не шучу. Я имею положительное намерение жениться на вас. Да кто вам сказал, что разделяет это намерение? С чего вы взяли, что я выйду замуж за первого встречного? Я знаю, в Петербурге богатые женихи не опасаются отказа. У меня есть многое, кроме денег. Впрочем, вам жениться нетрудно. Скажите только слово, и все невеста сбегутся со всех сторон. Но мне нужен не бумажник, а человек, которого я могла бы любить и уважать. Прощайте. Анастасия Павловна, выслушайте меня. Зачем? Вы ошиблись во мне. Я не похожа на других. Где вам проник гордой из бедной девушки, которая за неимением других сокровищ хранит душевное богатство, но не променяет души своей на роскоши ненужную. Она может жалиться и счастливить, потому что она высоко себя ценит и никогда не продаст себя. Так вы не отказываете, Анастасия Павловна? Решительно. И надежды не оставите? Ни малейше. Послушайте, Анастасия Павловна, я глуп, смешон, все что угодно, только право от человека ведунул. У меня нежное сердце, но поверьте, все думают, как привязаться, полюбить хорошенечко. Затем и баста. Душа-то так и просит, привяжись, балбан, привяжись. А тут, как на зло, судьба, так и вразник. То гусар подвернется, то итальянец какой-нибудь. А я в дураках с деньгами. Ну, черт ли мне в этих денег, расскажите сами. Все хотят моих денег, а меня-то, меня-то самого никто не хочет. На самом деле жалоба. Не торопитесь, но ищите. Найдете, может быть. Но я хочу пас, Анастасия Павловна. Ну, сказала, свершительная девушка. И будьте уверены, что я говорила с вами по убеждению, а не из пустого кокетства. Вот и пропасть. Давеча было две невесты, тебе не одной. Ну что, решился? Погодите, погодите. С кем поздравить? Да ни с кем отказала. О, Батенька? Нет. Машенька? Да нет. Так кто же? Александр Бабирович, что это значит? Право ли, что вы делаете в продолжение Батеньки? Папа, но с меня посередине, что об этом так не пройдет? У меня без праздника опасен. Поясни мне разделать. Я право не знаю, что вы любите. Маленькая девушка, я в том числе, что стану вас позвольте получить. Позволю. Александр Васильевич, вы опять меня охотели обмануть. Вы схватались на Машеньке. Это так просто вам не пройдет. У меня есть районный брат. Он не забыл с вами на пистолет и убьет. Непременно убьет. Катерина Ивановна, у вас Катерина Маменька веществ. Катерина Ивановна, я сюда прошла, я вас тоже уважаю. Слышу, батюшка, что за история? Молчи! Я думала, вы уехали? Нет, я иду. Я еду. Насколько вам, я в отчаянии. Это должно объяснить. Саша! Саша, пропали мы с тобой тамбов в локу. Тамбов? То есть не тамбов, а отку тамбовский. Залоги все пропали. Ведь на два миллиона было все мое состояние. Вот письмо получил. Деревенька одна осталась. Иду с молотка. Саша, у нас ничего больше нет. Ну, слава Богу! Я-то думал, что с тобой холера сделалась. Ну, к чему так кричать? Денег у тебя нет. А я-то на что? Ты мой благородный человек. Бедная Катерина Ивановна. Ты несчастная Марья Петровна. Жалко мне вас, Василий Петрович. Вот можно сказать неприятный контр-танс. Контр-танс, наверное. Все равно. Ваш сын мог? Он и степениться, когда женится на Марье Петровне. Нет, он расшматывался Катерине Ивановне. Я у него женихов не отбираю. Пускай живут счастливо. Так позвольте спросить, кто же выходит за Сашу? Уж точно не я. Да и не я. Так не были? Нет, Моя батюшка. Она не богата не так, что дала. Пойдем отсюда. Мы пойдем. Погодите, Александр Васильевич. Я перед вами Винобаса. Вы? Я оскорбила вас, Давидча, потому что не знала благородства ваших чувств. Не говорите, а то сердце опять пойдет перед нами. Я теперь и схватался бы с ней. А я только теперь могу согласиться на ваше предложение. Но мне много гордости, и я чувствую, что могла заменить все, что вы потеряли. Вот вам моя рука. Как тропутина? Вот глупость. Это вдруг вон. Скажите, как это могло с вами такого случиться? Оно, видите ли, не случилось, а могло только случиться. Что это значит? А это значит, что я еще в прошлом году отказалась от этих отпуков, а два миллиончика пойдут. Так уж и быть. Настеньки на булавке. Схитрил матушка, грешный человек. Вот. Сашка своего выручить хотел. Так вы меня обманули. Мы над собой шутки не позволим. У меня дядя сенатор. Да, пойдем, ашник, а делать нам здесь нечего. А ты молодец. Откуда тебе в одном и попечении? Да, да, да. Это должно быть. Они в самом деле подумают. Это неистерпимо. Я скорее скажу все это слово. А кто говорил, что слово свято? Нет. Если всякого толка бояться, так и жить нельзя будет. Пусть говорят, что хотят. А мы веселым верхом да за свадебку. Скорее, батюшка. То-то же. А ты гляди на жену, да выбей пустяки из головы. И будет тебе радость да утешение, а не беда от нежного сердца. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok